Я очень коротко хочу сказать такое маленькое свидетельство лично из моей жизни. То, что я пережил. Я первый верю в откровение Божие, потому что я это пережил. У меня был такой момент в жизни, я бы сказал, сложный, трудный. И я учился, вошел в мир музыки, много информации, и потом, когда я понял, как это нужно делать, и вижу, не получается, то не так, то не так, меня учили так, получается так. Я думал, наверное, брошу. В другую область уйду. И Бог сделал так, что в нужный момент, в нужное время, Он мне дал направление. А я думал, что же я буду делать. И вот то откровение, которое я получил от Бога, в один прекрасный день, это, наверное, было лет 16 назад, или 15, это в ночное время, я услышал пение. Сначала, буквально мгновение, человеческие лица, так вроде как первые ряды, вот как здесь, первые, вторые, дальше все начало сливаться, много людей, и красивое пение. На земле такого пения нет. Братья, я это слышал. Я это слышал, потому что я хотел записать это пение. Я имел такую возможность записать. Я себя обнаружил. Я не сплю, я не лежу, а я сижу на постели. И вы знаете, после этого я стал молиться и говорить Богу, Господи, если, я поставил ему условие, если ты хочешь меня видеть в этом служении, ну, ты сделай так, я тебе обещаю служить так, как вот это я слышал. И передо мной появился образец пения. И я сегодня, некоторые меня, может быть, Христы, как они меня терпели эти три месяца. Иногда не понимают, чего я хочу. А я слышал. И я хочу вот это пение на земле подтянуть к этому образцу. Я слышал это сам. Вы знаете, Иисус Христос, когда мы будем все идти в эти двери, вы помните, да? И Иисус Христос будет встречать меня, Диму, Гарика, Пресвятеров, и будет говорить Давиду, главному дирижеру и художественному руководителю в раю, большого хора, будет говорить, вот они, твои левиты. И Давид будет распределять нас. Кто как служил. Вы согласны с этим? Главный дирижер это Давид, псалмопеист Давид. Я точно знаю, я не уверен, будут там инструменты играть в этой вечной хвалии и радости, но пение будет точно, я это знаю. Слава Богу. Слава Богу. Я хочу сделать призыв. Все, кто сегодня сидит в зале, все, кто может спеть гамму, я использую слова Валерия Ивановича Левченко. Вы помните, израильский народ, когда был в рабстве, у них был очень тяжелый момент. И вот в то время родилась такая песня при реках чужого Вавилона. И когда они выходили с этого рабства, там есть такие слова. И повесив арфы, мы рядали. Есть такое? Братья и сестры, снимите арфы с гвоздей. И Валерий Иванович сказал, вырвите гвозди со стенки и больше не вешайте. Служите Богу. На фоно, на гитаре, как мы сегодня слышали, мы хотели вам вот как бы предложить, показать, какие вот это многоразличные благодать Божия, инструменты. Занимайтесь. Кто имеет хотя бы хористы, кто может петь, приходите в хор. В хоре должна быть очередь. Не чтобы регент и пастор уговаривали братья и сестры, ходите на спевки. Но, но. Я призываю вас служить Богу теми дарами и использовать их. Благодарю за внимание. Благодарю. Продолжение следует...